Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наш эфир, и я хочу напомнить, что спонсор канала Таркова Америка Дейтман и Медицинский Центр Призма. А с нами на связи известный военный эксперт Агиль Рустам Заде из Азербайджана, которого вы очень хорошо знаете уже и даже любите, не побоюсь этого слова. Агиль, здравствуйте, очень рад, что вы нашли для нас время. Здравствуйте, Людмила, очень рад вас видеть, приветствую также и ваших зрителей. Спасибо. Агиль, поскольку мы так давно не виделись, у меня сложилось впечатление, что как будто месяца три. Понятно, что не так долго, но все равно у меня такое ощущение, поэтому, конечно, вопросов я вам приготовила, как всегда, достаточно, ну а вы уж решите, на какие отвечать, на какие нет. Давайте, наверное, начнем тогда традиционно с ситуации на фронтах, как она вам представляется, есть ли какая-то динамика, изменилась ли какая-то картина, стратегия, тактика, как все сейчас вам это представляется? Ну, освещение боевых действий со стороны украинского общества и государства вошло в норму, вас как бы ставят в известность и насчет каждодневных и, скажем, долговременных событий. Мне к этому особо добавить нечего. Идут бои из боевых действий на территории Украины, более-менее сейчас боевые действия ведутся в окрестностях Лисичанск и севернее в направлении города Славянска. Ну вот, что касается насчет Тарктики, стратегии и перспектив на ближайшее время, вот массовые ракетные удары по территории Украины почему-то у меня вызывают ассоциации. Может быть, Людмила, вы тоже вспомните, конец первого этапа тоже был такой. Да, это интересное наблюдение, Агиль. Скажем так, есть возможность, что российская армия так заканчивает второй этап. И они, зная, что они не смогут проводить боевые действия массовые, которые были там неделю назад, две недели назад, они как бы пытаются сохранить накал напряженности в украинском обществе путем нанесения массовых ракетных ударов, причем неизбирательных. Вот есть такая версия, что, возможно, второй этап, о котором мы с вами очень много говорили, он заканчивается. Он заканчивается и вкупе с тем, что усиленно готовится армия Беларусь, белорусская армия, то мы можем в перспективе 10 дней, 20 дней увидеть начало третьего этапа. Но это как бы как сценарий, потому что туман войны не позволяет прогнозировать все с высокой долей вероятности. Это не может себе позволить даже британская разведка с ее инструментами, не говоря уже обо мне. Вот есть такая версия. А все остальные версии, Ваша экспертная среда, она как бы говорит и повторяться, я думаю, смысла нет. Агит, тогда, если позволите, я пойду по некоторым вопросам, а потом мы обязательно вернемся к идее о третьем этапе. Немножко позже, если позволите. Значит, начальник британского генерального штаба заявил о необходимости повысить боеготовность армии. Британской армии. Увеличить число военнослужащих, находящихся в боеготовности в каждый отдельный момент времени. И он сравнил эту ситуацию с ситуацией накануне Второй мировой войны. Означает ли, как вам кажется, такие слова военного человека, что Запад ожидает, что Путин может пойти дальше и начать войну против НАТО, против стран НАТО? Скажем так, это обязанности военных быть готовыми к различным сценариям. Это их назначение. Но я бы хотел обозначить общую тенденцию, которая формируется в политической и военной элите англосаксов, да и уже в принципе и всего Запада. Впервые в Америке на государственном уровне была конференция «Деколонизация Российской Федерации». Там есть карта, которая по замыслу которой Россия должна быть разделена на, я уже точно не помню, на 7 или 8 частей. Это первое. Второе. Не только английская армия, это касается и польской армии, это касается, скажем, и других вооруженных сил. Они понимают, что есть большая вероятность, что этот конфликт выйдет за пределы российско-украинского конфликта на какой-то стадии. И, как я сказал, эта обязанность военных случаях будет готовым к различным сценариям. То есть военной и политической элите, об этом и Джонсон заявил, что с Путином договориться уже будет невозможно. То есть коллективный Запад принял окончательное решение в таком виде, в каком находится Российская Федерация, с ней сосуществовать невозможно. И включаются инструменты на полную мощность. Они раньше были включены, но сейчас, скажем так, решение уже конкретное принято, и все механизмы коллективного Запада будут направлены на это. Это и политические, это и экономические, и военные инструменты. Чтобы вот уже закончить разговор по поводу России и НАТО, сегодня начался саммит НАТО в Мадриде. И вот есть некоторые вопросы, если в сторону отложить политические, есть некоторые военные интересные аспекты, которые ожидаются, что они будут приняты и утверждены в новой концепции. И вот один из этих принципов – это радикальное наращивание сил на восточном фланге НАТО и увеличение сил реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч. Увеличение передовых групп с батальонных до бригадного уровня. Вот это значительное усиление. Это о чем может говорить? Самое большое усиление стран НАТО было в районе 400 тысяч. Это пиковые моменты холодной войны. Это огромное усиление. Скажем так, НАТО – это военно-политический союз, который должен реагировать на угрозы и вызовы. И, скажем, несколько месяцев назад НАТО объявлял Российскую Федерацию как угрозу. И это стандартное, нестандартное – это повышение уровня боеготовности стран НАТО к конфликту с Российской Федерацией. Это увеличение своих оборонительных возможностей, причем, как мы уже видим, более чем в пять раз. Агиль, сегодня случилась интересная история, которая на Западе комментируют как прямую угрозу Альянсу, потому что Роскосмос выложил снимки места, где будет проходить саммит. И назвал, что это то самое место и есть центр принятия решений, который поддерживает, цитирую, украинских националистов. Кроме того, Роскосмос выложил координаты центров принятия решения с точки зрения Роскосмоса в США, Великобритании, Франции, Германии и Испании. Вот Россия хочет попугать страны-альянсы? Во время войны психологическое воздействие является одним из ключевых элементов информационной борьбы. Но дело в том, что я об этом говорил, боевую пропаганду нельзя вести в мирное время. Боевая пропаганда имеет строго ограниченные цели в короткий период. А Российская Федерация долгое время пугала Запад. Запад уже перестал на это реагировать. Это всего лишь чьи-то фантазии, на которые уже вызывают улыбку политикам Запада. Агиль, как вы считаете, насколько Россия, которая сейчас оказалась в той ситуации, где она оказалась, исходя из технических возможностей, ресурсных возможностей, человеческих возможностей, насколько она в состоянии сейчас пойти ва-банк и, скажем, спровоцировать какое-то столкновение с НАТО, чтобы просто внести полный хаос во все эти события и посмотреть, куда вывезет. Вот насколько ее ситуация сейчас в Украине не выглядит победоносной, да? Вот уж надо это признать. Может быть, знаете, попытка такой создать общий хаос, и там что-то, может быть, получится. Вот насколько это возможно вообще обсуждать? Вообще правомерно, разумно? Или просто лучше это вынести за скобки? Ну, начнем с того, что большинство войн на нашей земле возникали из-за иррациональных причин. И мне это объяснение. Чисто с военной точки зрения сейчас возможность Российской Федерации воевать с НАТО – это как бы самоубийство. Но вместе с этим, для того, чтобы создать повод для казус-белли, это нанести ракетный удар, который по Кременчику нанесли, нанести такой же ракетный удар по какой-нибудь стране НАТО. Это повод для казус-белли, это повод для войны. Но вот пойдет ли на него Российская Федерация, по идее, не должна. Потому что сейчас Российская Федерация завязла руками, ногами, всем тулущим на территории Украины, и у них нет военного инструмента для того, чтобы воевать еще и плюс с НАТО. Ну, как мы видим, Россия часто поступает иррационально. Вот, скажем так, ракетный удар по Кременчику. Ну, какие даже политические дивиденды получила Россия от этого удара? Поэтому мне, как так сказать, я по военным соображениям ответил, а вот как поступит Российская Федерация, я не знаю. Агиль, тогда, если позволите, возвращаемся к военным действиям в Украине. Два сенатора, республиканец и демократ, внесли законопроект о подготовке украинских летчиков, чтобы они могли летать на F-15 и F-16. Я знаю, что вы сами военный летчик, для вас эта тема близкая. Вот, насколько долго придется украинским летчикам переучиваться, и действительно ли мы можем рассчитывать получить там когда-нибудь F-16, F-15? Хотелось бы скорее, конечно. Есть очень много веских причин, почему Украине нужен самолет F-16. Именно F-16 поддержан. Я это все скажу. Во-первых, у вас проблема с крылатыми ракетами. Обеспечить полноценную защиту вашей территории путем только зенитных ракетных комплексов, это невозможно. Вот вам, наверное, нужно будет около 50 петритов, да вам еще где-то вот 200-300 зенитных ракетных комплексов типа НАСАМС, чтобы прикрыть всю территорию Украины от крылатых ракет. Это невозможно по экономическим и технологическим причинам. А вот F-16 – это вот инструмент, это воздушный заслон для борьбы с крылатыми ракетами. То есть вы получили бы очень хорошую возможность защищаться от крылатых ракет. Вторая причина – F-16 – это воздушная платформа, которая может применять крылатые ракеты. Эти крылатые ракеты выпускает Турция, мы и сами их принимали на вооружение. Это крылатая ракета классовоз «Земля» Сон-Ж. Очень хорошая ракета, дальность полета более 250 километров. Представьте, какой инструмент вы получите. И третий пункт – почему вам нужны поддержанные F-16? В военном деле проходит техническая революция. И, скажем, не весь мир, а технологически развитые страны через 10 лет будут летать на беспилотных боевых системах. Это типа и турецкая «Козелалма», на котором стоят украинские двигатели. То через 10 лет вам нужны будут новые платформы. И покупать самолет с нуля, у которого жизненный цикл 30 лет – это и дорого, и вам не нужно. Поэтому Украина, но это не только от Украины зависит. Надо было с начала, даже до начала боевых действий, надо было как бы переучиваться на эти F-16 и осваивать эти F-16. Их в Америке много. И, скажем, 100 штук вам передать – это не архисложный вопрос. В течение трех месяцев, в течение пяти месяцев вы получите очень хороший инструмент, который дополнит вашу противовоздушную оборону, а также ваши ударные возможности. А гильз 100 штук – это достаточно? И сразу же сюда еще один вопрос. Вы сказали, что может переносить ракеты дальностью 250 километров. Означает ли это, что если мы в Турции купим такие ракеты, то это даст нам возможность использовать их по назначению с определенной дистанцией? Я поэтому с самого начала предлагал вам закупать F-16. Такие же ракеты производят и Соединенные Штаты. Одна и та же ракета в Соединенных Штатах, скажем, стоит 700 тысяч долларов, а в Турции стоит 300 тысяч долларов. Одна ракета стоит столько много? Это крылатая ракета с современной авионикой, она летает в режим огибания рельефа местности. Ну, у вас же Велин 250 тысяч долларов стоит, дальность спуска 5 километров. Чему вы удивляетесь? Вызакоточное оружие, оно дорогое. Агиль, вы вспомнили вот эти зенитно-ракетные системы НАСАМС. Политика, журнал, ну, издание «Политика» опубликовало, что сейчас уже украинские военные учатся использовать эту систему. Я так понимаю, что мы можем ожидать, что есть надежда, что в каком-то количестве в ближайшее время мы получим, и чем она хороша, чем она отличается. Потому что вот несколько каких-то там журналистов писали, что очень даже сильная, это норвежская какая-то система. По правде, если не так. Людмила, на одной из ваших передач я вам говорил, что украине нужны зенитно-ракетные комплексы средней дальности. Помните, да? Конечно, помню. Очень хорошо. Вот это как раз тот эпизод, скорее всего, после этого стало обсуждение этого вопроса. И в ближайшем будущем об этом заявляли политики. Вы получите зенитно-ракетные комплексы. Просто надо понимать, что это не сделает всплеска ваших возможностей противовоздушной обороны. Эти комплексы, они смогут прикрыть, скажем, часть Одесской области, или, скажем, часть Киева, или, скажем, какое-то воинское соединение на каком-то участке фронта. А вот именно вот в придачу с F-16 они могут дежурить в различных местах и ставить воздушные заслоны. А зенитно-ракетные комплексы, они, ну, скажем так, на 10% увеличат ваши возможности на каком-либо участке фонта. Просто, как бы вам сказать, зенитно-ракетные комплексы, это не айфон, который производят в любом магазине, можно хоть тысячу штук купить, да. Зенитно-ракетные комплексы, они производятся под заказ. И время технологических цикловых изготовлений, это не менее шести месяцев. И, скажем, создать сплошной щит для Украины, это будет проблематично. Но вместе с этим, вот, мы получили нехорошую историю с Switchblade 300. Мы его все хвалили, что такая хорошая, такая-сякая, но мы не имели опыта боевого применения. И опыт боевого применения показал очень много недостатков этого дрона «Камикадзе». «Насамс» не эксплуатировался в каком-либо боевом конфликте при использовании радиоэлектронных средств борьбы, когда осуществлялся массовый пуск ракет. Но вместе с этим, учитывая его ракету АМ-125А, ракета для истребителей Ф-16 и Ф-15, это очень хорошая ракета, они себя показали в бою. Поэтому, скажем так, есть, скажем так, причины думать, что «Насамс» будет очень хорошим зенитно-ракетным комплексом. Но, скажем так, не запятую, а точку его в боевых возможностях мы увидим после того, как этот комплекс будет воевать месяц-два на территории Украины. Агиль, позвольте я еще раз вернусь все-таки к Ф-16. Очень интересно, вы уже специалист в этом. Вот Ф-16, у России есть что-то, что могло бы соответствовать такому же уровню, как Ф-16? Такие самолеты, или у них какие-то другие? Знаете, смотря какой Ф-16 вам дадут. Я об этом делал запись в Фейсбуке. Если Ф-16 выше блоков 50, там стоят современные радары, которые в состоянии создавать помехи радарам противника. Если будут блоки 60-е, у российских самолетов нет шансов. А вот если придут модификации, скажем, блок 50, ниже блок 50, то их радары не ставят радиоэлектронные помехи истребителям противника. И Ф-16 блок 60 имеет лучшую рубежность обнаружения и применения ракет против истребителей, российских истребителей. Но тут есть нюанс, если российская военно-воздушная сила будет применять в комплексе, и, скажем, истребитель Су-35 в связке с самолетом АВАКС, это летающий радар, который будет наводить цель указания для истребителя Су-35, то там, может быть, получатся различные ситуации. И тут очень много, скажем так, нюансов. Но могу сказать лишь одно, что даже на самом последнем истребителе Су-35 стоит радар прошлого поколения. Он не может давать помехи и обладает худшими показателями, чем радар истребителей Ф-16 в поколении 50 и выше. Насколько сложно летчикам, которые летали на советских самолетах, осваивать Ф-16? Это совершенно какая-то другая история, другое программное обеспечение и все-все прочее. Как долго это занимает? Есть разные подходы. Есть разные подходы. Скажем, на Панцергаубицу 2000 в стандартных условиях, скажем, если расчет обучается 6 месяцев, то, по-моему, вам, украинцам хватило месяца. Истребитель, это, конечно, намного сложнее система, но можно, так сказать, классифицировать подготовку летчиков. Сжать до уровня теоретическую подготовку на Земле. Увеличить время для практической подготовки и готовить специализированных пилотов. То есть, если проходить полный курс обучения, работа по воздушным целям, воздушные бои, атаки наземных целей, это будет очень долго. А если, скажем, параллельно вести, часть пилотов готовить для воздушных боев, часть пилотов готовить по атакам по наземной цели, сжатием до минимума теоретической подготовки для западного оружия, технику плотно изучать не надо. Я думаю, что в течение трех месяцев можно подготовить истребителя, скажем, МиГ-29, для выполнения определенных боевых задач. А можно задать вопрос? Такой летчик, он просто как бы переучивается. Может быть, я сейчас задам очень глупый вопрос, но все равно очень хочется его задать. Скажите, пожалуйста, а вот летчики для воздушных боев и для тех, которые работают по наземным целям, это разные специалисты или это один и тот же летчик, просто он больше учится? Есть разная подготовка, есть разная подготовка, но последние 20 лет мир пришел к пониманию того, что самолет не должен быть истребителем или не должен быть бомбардировщиком, это должна быть платформа, которая может выполнять и воздушные бои, и атаки по наземным целям. Ну, в мирное время летчик обучается как против воздушных целей, так и по атаке на земном цели. Ну, это проходит год. А ведь год к году уложения нет, год. Чтобы сжать до 3 до 4 месяцев, придется делить как бы. Скажем, для того, чтобы для обучения не потратить 300 полетов, а, скажем, потратить 100 полетов. Часть пилотов будет оптимизирована для ударов по наземным целям, часть пилотов будет оптимизирована для воздушных боев, воздушных атак. После войны они все это как бы скомпенсируют, все придет на свое место. Агиль, недавно наше военное руководство заявило, что на ближайшие месяцы почти все мощности завода Байрактар будут сосредоточены на производстве Байрактара для вооруженных сил Украины. Означает ли это, что... Ну, это большое, это много. Это мы говорим о защите или мы уже говорим о возможности использования этого оружия в контрнаступлении? Вот как это? Можно увязать или нет? Когда мы вернемся к следующему этапу войны, вот Байрактар, он на всех этапах хороший или на каком-то отдельном? Ну, Байрактар, это из концепции синетрических войн, для того, чтобы он эффективно выполнял боевые задачи над полем боя, нужны, соответственно, компоненты. Этих компонентов у вас нет. Но вот на морском военном театре именно благодаря Байрактарам у вас получается очень хорошая операция, вы имеете возможность влиять противника, наносить ему удары. На морском театре военной действии у вас с Байрактарами все нормально. Другое дело, что хоть у вас будет 100 Байрактаров, хоть 200, над полем боя без компонентов и эшелонов его защиты вы будете их терять. Вот как вы сбиваете бесплотники противника, а у противника возможности противовоздушной обороны два-три раза лучше, чем у вас. И они вот так сбивают ваши Байрактары. Но вместе с этим, вместе с этим, если у вас есть такая система, кольчуга называется, это система радиоэлектронной развивки, она моментально вскрывает включение в работу систем ПВО. И используя Байрактары, не до лица этой линии фронта, скажем, на удалении 15 километров, выкруливать, скажем так, прицельно артиллерию, командные пункты, танки, вы сможете их использовать. Потери будут. Но если вы будете подлетать ближе 10 километров к линии фронта, это касается сухопутного театра военных действий. Но я думаю, что если основание считать, что как минимум 30-40 Байрактара вы уже потеряли. А это, нельзя допускать таких потерь, но это, скажем, так получилось. Я не укрикаю украинскую армию, так получилось. Но если вы покупаете новые, их надо уже как бы использовать уже как бы программитнее, потому что Байрактары это очень хорошая система. У него есть очень хорошие разведывательные возможности. И, как вы видите, на острове Змеиное либо на морском театре военных действий, где нет сильной противовоздушной обороны, Байрактар достигает очень хороших результатов. Вот этот опыт надо переносить на сухопутку. Надо отрабатывать, надо уничтожать средства противовоздушной обороны, а потом отправлять в Байрактар. И он будет делать свою работу. Байрактар вам понадобится и для цель указания выдачи управляемым боеприпасом. Так что это хороший инструмент, просто надо как бы его так использовать, чтобы не допускать потерь. Если даже Байрактар в три раза увеличит свои производственные мощности, он не будет успевать вам поставлять Байрактары, потому что если денег по 5-6 штук будет сбивать, при активных боевых действиях и из-за отпутствия компонентов защиты и обороны Байрактара, это нормальное явление. Агиль, теперь, если позволите, хотелось бы вернуться к Беларуси. Вы уже вспоминали в начале нашего разговора о Беларуси. Сегодня Генштаб заявил, что до 6 батальонов сейчас стоит на белорусско-украинской границе. И они ведут воздушную разведку. Перед этим было много чего говорено о подготовке Беларуси. Объявлялись учения. Учения продолжались. Затем минировалась территория со стороны Беларуси. Зачем-зачем-то поставили деревянные танки? Это вообще непонятно. Что это такое тоже, если можно, расскажите, пожалуйста, зачем, когда они использовались, в чем смысл этого. Вот сегодня, это последняя информация, что 6 батальонов. Вот как вам представляется, к чему готовится Беларусь? Тут есть несколько нюансов. Если, скажем, первые 100 дней конфликта белорусская армия оказывала психологическое воздействие на украинскую армию, с целью сковать часть вложенных сил на северном направлении, за последние месяц 20 дней мы видим реальную подготовку к ведению боевых действий в белорусской армии. Дело в том, что части поставленной боевой готовности, я думаю, что к немедленному применению будут готовы где-то через или уже готовые силы специальных операций. Это войска повышенной боевой готовности, они готовы к применению в течение 24-48 часов. Я думаю, что они смогут применяться. Это спецназ. Это спецназ, который путем ДРП, диверсионно-разведственных групп, могут проникать на территорию Украины для осуществления различной диверсионной деятельности. Уничтожение мостов, автомобильных дорог, для перекрытия, снабжения, вооружения, военной техникой и боеприпасами украинской армии с территории Польши. Это один эпизод. А второй эпизод белорусская армия в целом считает, что через за срок 10-20 суток будет готова к выполнению боевых действий по территории Украины. Но будет ли приказ перейти границу Украины, начать боевые действия, скажем, даже не путем прохождения границы, а артиллерийскими ударами, на этот вопрос у меня точного ответа нет. Насколько сегодня белорусская армия представляет из себя какую-то серьезную силу? Белорусская армия это не профессиональная армия. Большая часть этой армии укомплектована солдатами срочной службы. И я считаю, что боевой опыт это опыт и ценный опыт для не обстрелян солдат, люди, которые не воевали. Они могут хорошо знать теорию. Но это как бы врач, он медицинский институт закончил, все теорию отлично знает, но дайте ему скальпель в операционную, посмотрим, как, что, как и будет. В этом смысле в белорусской армии боевого опыта нет. И белорусская армия всегда наделась на российскую армию и она не особо внимания уделяла своей боевой подготовке, не особо времени удивляла закупки высокоточных систем. Белорусской армии такое же оружие даже похуже, чем российская армия. и количество, скажем так, одномоментно это максимум 50 тысяч войск. Это не очень большая цифра для украинской армии. Я думаю, что даже территориальная оборона сможет разобраться с белорусской армией. Агиль, если позволите, давайте сейчас немного поговорим о российской армии, потому что ведь важный вопрос одно дело, если из Беларуси будет наступать только белорусская армия, и совсем другое дело, если к ней присоединятся российские войска. Насколько сегодня Россия может себе позволить войну на два фронта? Мы же помним, что она начинала по сути по всем фронтам наступать, затем она сузила свои возможности, вот насколько сейчас она в состоянии снова расширить эти свои попытки. Вот как раз Людмила, вот мы заговорили о третьем этапе. Вот если принято решение использовать третий этап, российская армия может оформить белорусскую армию. Скажем, у российской армии, если будет остановка боевых действий на востоке Украины, не будет надобности держать там дополнительно 30 тысяч 50 тысяч войск. И эти 30 тысяч 50 тысяч войск они могут использовать в каком-либо направлении, либо совместно с белорусской армией на северном направлении, либо автономно, скажем, выделением часть белорусской для поддержки белорусской армии, а части своих войск атаковать в каком-либо другом направлении. Есть разные различные сценарии, но сейчас на данный момент нет сведений, которые нам позволили быть более категоричным и, скажем так, более тщательным своих прогнозов. Агиль, вот если возвращаться к третьему этапу войны, то у меня, может быть, я неправильно понимаю ситуацию, но было такое ощущение, что третий этап, это когда будет закончена вот эта долгая оппозиционная война, и начнется какая-то попытка украинского контрнаступления. По крайней мере, я так считала. Но из того, что вы сейчас говорите, это несколько другой сценарий вырисовывается. Вот как вы видите, как может выглядеть этот третий этап, ну хоть несколько каких-то гипотетических сценариев. Понятно, что сейчас, наверное, недостаточно, чтобы сделать какой-то более глубокий анализ, ну хотя бы теоретически повторюсь. мы с вами попали на удочку политиков. Это был первый раз, я думаю, что последний. Нас попутал Рамштайн. У нас даже была хорошая такая красивая передача, Рамштайн изменит все. Рамштайн ничего не изменит. ровно на 30-40 суток они опоздали с поставкой оружия. Соответственно, все, о чем мы говорили, сдвинули с вами на срок месяц-два. Но украинская армия нет ресурсов. Какого контрнаступления речь? Моя последняя передача. Очень хорошо помню. Не будет никакого контрнаступления. Вам нужно сейчас собрать оружие, чтобы как бы стать крепостью и воспрепятствовать проникновению российской армии, на украинскую территорию. Это перспектива лета, как минимум. Вам надо поднять свои огневые возможности, чтобы сдерживать врага. О каком контрнаступлении речь? У вас нет ресурсов. Есть человеческий ресурс, есть, уже почти под миллион. Но для этого миллиона нет оружия, танков, самолетов, оружия к российской войне, плюс оружие для современных войн, высокоточное оружие, их у вас не хватает. Вот вам столько оружия передали, вы еле-еле держите фон, а где-то еще враг наступает. Вам нужно еще процентов 30-40, чтобы вы смогли сдерживать противника везде. наносить ему ощутимый удар, вы их наносите, нужно хотя бы два раза больше, чтобы хотя бы стабилизовать линию фронта, линии фронта еще не стабилизированы, у вас там еще идут бои зарезали сейчас. То есть, если я правильно понимаю, то третий этап войны это когда Украина пытается сосредоточить все оружие, которое у него и создать крепость на своей территории, которая под контролем Украины сейчас находится, чтобы потом соответственно готовиться к какому-то наверное теперь четвертому этапу этой войны. Не знаю. Ну, частично давайте не будем делить на этапы. Частично этот процесс начал. Вот последние две недели, а это они очень удачны для Украинской армии. Вот как раз Украинская армия стала уничтожать тылы. Помните, мы об этом говорили? Да, я очень хорошо помню. Уничтожаются склады, уничтожаются штабы. Почему сейчас российская армия не может выполнять активные боевые действия? Они месяцем назад с 5-7 направлений атаковали, а сейчас они с двух направлений еле-еле бодаются. Вот это и за как бы из-за оружия, но такой темп боевых действий вам не позволяет истощать противника в нужных кондициях. вам нужно на 30-40 процентов больше, чтобы противник обескравливался и вы такого наступления, как в 45-45 годах или, скажем, такого наступления американской армии в Ираке 100 километров в день. это вряд ли видите. Скорее всего, мы с вами будем иметь дело с постепенным выдавливанием противника своей территории, потому что вы правильно не бросаетесь своих солдат на убор. и, скажем, те мысли, которые мы получили на всем протяжении войны, что будет перелом, мы рванемся в контрнаступлении, нет. Эти мысли были ошибочные, но это война, все мы учимся на ходу, я никого не упрекаю, но реальность не такая. Реальность такова, что в перспективе месяца двух украинская армия будет поднимать свои огневые возможности, может быть это тактический успех, но процесс выдавливания противника со своей территории, он может начаться ближе к началу осени. Агиль, может быть, вам мой вопрос покажется странным, но тем не менее. Давайте на секундочку себе представим, что по какой-то причине Путин вступит в какое-то прямое столкновение со странами НАТО. Ну, например, мы знаем вот этот коридор, который объединяет Беларусь и там Калининград, Сувальский этот коридор. Там странные какие-то истории говорятся о том, что Россия якобы будет пытаться самолетами перевозить, будет создавать какую-то эскалацию и так далее. Вот если себе представить, что Россия пойдет на эскалацию со странами НАТО, это хорошая история для Украины или плохая? Ну, скажем так, отвлечение части вооруженных сил от Украины в сторону какого-либо другого государства это, конечно, на пользу Украине. Просто и российская пропаганда и, скажем так, СМИ стали раздувать эту историю. В Калининград Литва запрещает провоз санкционных ресурсов и материалов. Но это им жить не мешает. Ну, так Россия так и живет и в санкционные продукты не попадают. Но то же самое будет и в Калининграде. Этот вопрос был несколько подогрет, скажем так, в очередной раз средствами массовой информации как таковой точки возгорания на данный момент там нет. Агельно, насколько Россия сегодня еще в состоянии комплектовать новые, что там, я не знаю, батальоны, батальоны-тактические группы, создавать какие-то новые там ударные корпусы. Вот сейчас говорят, что это какое-то создание нового ударного корпуса российского. Что с оружием, что с людьми. Открытой же мобилизации так и не произошло. Вот такой, прямо открытой. То есть я так понимаю, что идет скрытая мобилизация, и она, наверное, достаточно успешна. Или поправьте меня, если я ошибаюсь. Мобилизация достаточно успешная. Добровольцы 45 плюс. Это люди советского поколения, они с большой охотой идут в ряды вооруженных сил в России. Кроме этого, 5 тысяч долларов это немалые деньги для граждан российской армии. Это они в месяц получают, да? В месяц получают? Люди, которые участвуют в боевых действиях, которые подписали контракт, они получают довольствие в размере 4-5 тысяч долларов. И, скажем так, сколотить лишнее 100 тысяч войск Россия делает это. Россия это пробует. Вскрываются склады, оттуда вывозится артиллерия. Скажем, с Белоруссией часть боеприпасов, часть военной техники вывозится с этой целью. Но нужно время. Но нужно время. Потому что танк, который пролезал 30 лет в необорудованных местах, под снегом, под солнцем, он требует капитального ремонта. думаю, что нужно время. Для того, чтобы создать серьезные ресурсы, хотя бы 100 тысяч людей, потому что там нужны боевые машины пехоты, даже без авиации. Там нужны боевые машины пехоты, пушки, артиллерия, реактивные системы залпового огня, танки и т.д. и т.п. Нужно как минимум 3 месяца. Еще 2 месяца как минимум российской армии нужно будет для того, чтобы сформировать ударный кулак. Я поэтому вам обозначаю, что украинской армии нужно стать крепостью. То есть нужно готовиться, готовиться. Конечно, конечно. Если вы думаете, что Россия пустила все на самотюб, нет, конечно. Я именно даю оптимистичные прогнозы, что надо быть готовым к различным сценариям. Украине нужно стать крепостью. Агиль, ну вот и в завершении интервью создается такое впечатление, что мы вроде все обсудили, но все равно какой-то ваш прогноз хотелось бы услышать на пару каких-то ближайших еще раз 20 дней. Я так понимаю, что вы думаете, что это окончание второго этапа, но все-таки давайте вернемся к этому. Это интересно. Возможно, второй этап будет продолжаться. Из-за активной работы украинской армии снижаются возможности наступления российской армии. Если Запад зашевелится, то доставят вам ракетно-артиллерийские системы хотя бы на 30%, а по позиции хаймарсов на 100, на 200%. Украинская армия сможет закончить второй этап в перспективе двух месяцев. Это она будет крепостью, она будет перемалывать любые войска, которые будут подходить, и она сможет начать производить локальные операции на своем юге. То есть вот смотрите это граница с Российской Федерацией это крепость, враг к вам подходить не может, срезаете скажем на каком-то участке ваш юг и начинаете вытеснять. Вот для того, чтобы произошли те события, которые я вам обозначаю, это будет зависеть от запада. Вот мне руки завязывают именно позиция запада, в вопросе поставки вам боеприпасов и вооруженной тейли. поэтому все мои прогнозы до сих пор, то есть что касалось периодов времени, они получаются вот такими как бы неколепными. Все же зависит от поставок запада. Может через неделю они вам скажем 100 Хаймерсов передадут, у вас будут уже другие возможности, другая картина будет на поле боя. А может быть, что до сентября вы ни одного Хаймерса не получите и будет совсем другая картина. Такую ситуацию мне очень сложно что-то прогнозировать, а со сроками вообще угадывать. Вот из того, что вы сейчас сказали, я правильно понимаю, что главная задача сейчас для Украины максимально давить на Запад целью получения оружия. Оружие может совершенно поменять картину, которая может на протяжении нескольких месяцев разворачиваться. Поставки западного оружия спасли украинскую армию в последний месяц. где-то 40 дней тому назад вы практически были лишены своей артиллерии, у вас были проблемы с боеприпасами, и если бы западная помощь даже недостаточная, ее недостаточно, помогло вам сдержать наступление противника, нанести ему потерь. но если бы западная помощь было на 50% больше, вы имели бы сейчас намного меньше жертв. На период того война, вам пришлось сдерживать наступление противника путем своих человеческих жизней. и скажем так, задача на ближайшие 2-3 месяца это максимум артиллерийских и ракетных систем. Это классическая война, другие инструменты будут дополнением этого ударного кулака. А вся ваша военная мощь будет состоять из артиллерийских и ракетных систем. А все остальное истребители, байрактары, что-то еще, это будет дополнение. Но оружием вашей победы на втором этапе и в последующий этап это артиллерия и реактивные системы захвата, которых вам не хватает. Не хватает. Надо хотя бы плюс 30-40-50 по артиллерии и самоходным артиллерийским установкам, а по Хаймерсам плюс 200-300 процентов. Агиль, кто бы мог предположить, что в современном мире война, которая случится, будет вот такой артиллерийской войной. Казалось, что есть ядерное оружие, никто уже не будет начинать такую глобальную войну, артиллерийскую. Это же вообще выглядит как из какого-то 20-го века, начало 20-го века. Вы знаете, дело в том, что мы люди очень подвержены информационному шуму. Ну да, это правда. И я в том числе. Вот если я буду неделю смотреть украинские каналы, все, у меня уже голова слетит, я не смогу сделать правильный прогноз. Дело в том, что всего 30-40 стран имеют технологические возможности вести современную войну. Скажем, на постсоветском пространстве только Азербайджан, который имеет единое информационное поле и высокоточная система. А вот новая война, это вот бесконтактная или какая? Какая? Поэтому, поэтому, скажем так, мы в последнее время видели войны, скажем так, новые, современные, и мы думали, что всякое так и должно быть. Но а у кого есть возможность современную войну? Только вот 30-20 стран мира, все остальные имеют запасы оружия прошлого века. Некоторые страны все еще Т-34 используют. О какой современной войне для них может быть речь? Или, скажем, вот, вашу войну сейчас усиленно изучают, они поняли, что они будут иметь, если, не дай бог, будет какая-то война с Китаем, то они получат аналогичные проблемы. Китайская армия, она не намного сильнее в технологическом смысле российской армии. Так что ближайшие 50-60 лет возможности классических старых войн еще есть возможно, что будут. Агиль, я правильно понимаю, что вот теперь заказы, которые будут поступать военным концернам по всему миру, они будут предполагать, что все-таки нужна артиллерия, и снова начнут производить гаубицы, системы залпового меня, и так далее. То есть я правильно это понимаю? Это прыжок назад, кто это будет делать? Ну, а если ближайшие 50-60 лет это будет актуально, то что же тогда? Страны будут стремиться к тому, чтобы стать технологически развитцем, чтобы вести асимметричную войну. Один Хаймерс, один Хаймерс, пуском шести управляемых ракет расправляется с шестью пушками на поле боя. Кому нужно пушить? Кому нужно пушить? Мир будет стремиться к тому, чтобы своим качественным перевесом купировать количественный перевес к тому, чему сейчас вы приходите и пытайтесь это сделать на поле боя. И получается, кстати. Агель, спасибо вам огромное. Мы очень вам благодарны и очень рады вас видеть. Очень надеемся увидеться через какое-то время и продолжить эту такую летопись войны, что называется. Спасибо огромное. Взаимно. Всего хорошего. Агель Рустам Заде был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень признательны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ. Укрлайф ТВ. Продолжение следует...